сегодня в жилом комплексе арт в подмосковном красногорске упал лифт девушка вся в крови потеряла сознание у нее перелом шеи я ехала в лифте там пахло как какой-то гарию и вон слава богу жива люди вот в этих 45 этажных человек в красногорске уже давно жаловались на эти лифты я не могу понять дешевые что сэкономили строительная компания кросс крутейшая тысячу лет уже строят лет 30 ее возглавляет крутой строитель до башен ну казалось бы да сейчас попробую узнать у жильцов какой фирмы у них там лифт так вот я иду вдоль этого зиларта в четвертый корпус где мне сейчас расскажут как люди катаются но собственно все местные жители обсуждают эту тему и все живут на огромных высоких этажах всем страшно но пока себя утешают тем что нет он не падал ничего страшного вот женщина буквально за мной с ребенком шла с 27 этажа вот что нам не рассказала девушка в крови как не совсем упал это зеркала а лифт поднялся лифт резко поднялся на 43 этаж а почему тогда у нее шея сломана вы видели ее уже аналоги с таким бандажом посмотрите ее видео она с бандажом и говорит что у меня шея сломана кстати разваливает просто еще разваливается все прицепляют какие-то колхозные здесь ручки пиццы это сейчас заставили жильцы уже повесить она вот так эту ручку а здесь стоял к это колхозная ручка там вместо доводчиков повесили кита пружины дикие офигеть ребят я не ожидал вот они красоту поставили больше ничего только при продаже давайте я с вами прокачусь можно с вами прокатиться друг друг друга спасать если вдруг час мне шутки шутками но на самом деле с девушкой не так все страшно сказали что только разбилась это самое зеркало и поэтому да да и поэтому такая кровь ощущение что но правда она говорит что у нее шея так сказать перелома возникает постоянно полгода вообще два лифта не работала люди по 40 минут по 50 не могли вызвать могут вы нара ездить и вы же знаете да какая проблема была у нас несколько раз мы уезжали на минус 1 на паркинг он там останавливался потом ук резко поехать вверх это был лифт резко поехать вверх на какой-нибудь там 30 какой-то этаж открыть дверь и поехать опять вниз но уже на 1 то есть на минус 1 у нас не выпускал вообще обалдеть насколько я слышал он учился вообще с открытыми дверями с открытыми дверями с открытыми внутри но наружнее вот эти закрыты да да это девушка когда начнулась она ведь я вижу что открыты двери которые изнутри самом лифте но на улицу и она бы не вывалилась ну так что поехали а да свежие и так мы заезжаем в этот лифт а этот падал сегодня или другой вы не знаете соседние да и он это выключено и вот эта фирма чудесная немецкая вот пусть она и отдувается я вот честно сказать больше всего хотел бы чтобы эта фирма дала нам комментарий да потому что но это для нее адский удар по бизнесу пусть она объяснить что здесь не так а вот и отслуживающая компания была отлично значит должна за все отдуваться вот это вот лифтехнолоджи вот телефончик ребятки до счастлива как он поедет так теперь я съедет блин он меня коты вверх повез что за фигня сушка скоростной лифт смотрите так здесь очень умный лифт я помню нас университете 30 лет назад были такие же лифты с 29 этажа надеюсь он меня сейчас вниз то увезет а вы вниз здорово я просто тратить я просто не знаю как отсюда уехать меня подняли ребята и бросили я вас не снимаю что женщины боитесь снимать ну я таскать журналисты и кандидат депутаты поэтому я можно вас снимать я видите до сих пор еще не начал это делать ведь я снимаю как мы с вами едем сушки у вас упал соседний лифт я вот только что встретил да но говорят все таки он не падал а это зеркало разбилось вот утешают себя жители соседнего дома вчера ехал на этом же лифте на которую вчера упала девушка вот он не остановился уже на 21 этаже он просто не остановился он проехал вверх до 43 этажа вот и не в первый раз случаются такие обстоятельства что лифт не останавливается у меня у самой было несколько раз когда не открывались двери у лифта а что вы тогда делаете срок этим пешком а то есть то что этот один какой-то многострадает какой из них вот это да вот этот лифт самый такой безумный они все безумные вот этот вот самый и падал сегодня этот а падал вот этот лифта значит его надо обходить стороной до или он сейчас не работает но это понятно просто вопрос теперь и ваш ваш муж вы говорите вот на нем тоже не мог куда-то въехать да я снял название этой компании немецкой которая то что она там написано и пусть она и отдувается на самом деле в конце концов но у строитель давашен хорош но он заплатил деньги пусть теперь лифт его работает мне кажется это очень такая мудрая позиция пусть забегают эти немцы пусть есть ситуация то в чем как бы вот здесь вот допустим вот этот лифт он буквально наверное месяц назад в нем едешь он приезжает на этаж двери не открывается он начинает дергаться где не открывать я заявку подаю ничего не делаю вот мне кажется для начала для того чтобы это работало это нужно обслуживать конечно 2 лифта стояли больше полугода они говорили что ждут запчасти это же тоже ненормально да не ну какие полгода еще нам причем хвастаясь они на наш на наши телефоны по отправляли что 12 миллионов сначала они заплатили за лифты обслужили все лифты в комплексе и потом еще 18 на устранение проблем вы представляете какие-то деньги 7 утра у нас ты считаешь нормально нормально у нас закон тишины можешь уметь можно начинать с 9 утра до часу не показываете это то что у вас 7 утра на втором этаже да то есть то есть к вам летит со 43 это не летит это он очищает камеру уборщик когда взрослый такой как будто ты лети начинаю начинает спускать он пробивает она застревает он начинает спускать законы никакие не соблюдаются если он это делал ну хотя бы в 9 утра было бы нормально то есть проблема этого мусора этого грохота в том что просто чего не хватает ну мне кажется это не хватает просто управляющий баков и они это попытаются выгрузить за ночь до 9 утра до приезда мусорной машины но при этом при всем нам с июля подняли ставку почти больше чем два раза индекс индексацию за мусор или вообще за всю квартиру а сколько у вас допустим квартира не знаю у нас 78 метров я плачу 11 тысяч а было в два раза меньше что ли было 5 вот эти коммунальные услуги были два раза меньше то есть например внутри этих 1 с половиной то есть вы условно говоря до июля платили сколько 70 не больше восьми не больше 8 и вдруг стал один с половиной а лифты не наладили ну как видите офигеть может то есть до башен учет может все-таки вам уже денег хватит а квартплату подняли а лифты не починили офигеть можно причем название эксперт сервис то есть они эксперты во всем а разруха полная кругом но этот эксперт сервис он тоже принадлежит к росту и да да это и управляющая компания ну то есть до башен у вас попадос давайте-ка вы будете решать реально проблемы людям они только деньги грести офигеть ребят я не ожидал не ну вообще грек жал вас вот представьте какими глазами на вас посмотрит вся страна они скажут вы москвичи жируйте скажите спасибо и так далее не менее то есть мы в том что 45 лет этому комплексу разваливается все прицепляют какие-то колхозные здесь ручки пиццы это сейчас заставили жильцы уже повесить вот так на эту ручку а здесь стоял к это колхозная ручка там вместо доводчиков повесили кита пружины дикие то есть люди либо как бы они совсем далеки от жизни я не знаю либо что они хотят сарай сделать из этого дома из этого жилого комплекса в общем смысл в том чтобы разваливать просто еще и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok